Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Ведуя я, Андрей Усенко, у меня в гостях сегодня Максим Наумов, директор Кировского художественного училища и заместитель председателя Кировского отделения Союза художников России. Ну, поговорим... Добрый день, Максим. Добрый день. Поговорим и о той ипостаси, и о другой, но начнем все-таки, наверное, с основного места работы, художественное училище. Не буду начинать с банальности, что вы достаточно молодо для директора выглядите. Спасибо. Об этом вас уже спрашивали, скорее всего. Вообще, что сейчас, вот совершенно искренне интересуюсь, что сейчас художественное образование, что это такое? Ну, есть, скажем так, две позиции понимания этой структуры. Одна из них внешняя, другая внутренняя. Внешняя позиция, она достаточно ясна, для чего существует это учебное заведение. Во всяком случае, на данный момент задачи не сильно менялись с момента организации этого учреждения, почти 60 лет назад. Но суть заключается в том, что художественное училище обеспечивает регион кадрами, педагогическими кадрами по образованию среднеспециальному. Вот. Поэтому в данной ситуации... Прошу прощения. В данной ситуации наша задача подготовить молодых специалистов, которые могут работать в детских художественных школах и непосредственно, например, в ДШИ или в ДХШ. И потребность у региона такая есть. Но вторая проблема, которая поднимается уже внутри учреждения, и для чего существует это учреждение, это все-таки подготовка специалистов кадров художников. К сожалению, в государстве такого понятия профессия художник не существует. Раньше был в советское время художественный фонд при Союзе художников, и туда устраивались на работу, выполняя госзаказ, различные формы по оформлению интерьеров, дизайну, по художественным задачам, по заказам картин. Но страна ушла, соответственно, этот институт устранен. Поэтому профессии художника нет. Но большинство студентов, большинство абитуриентов идут туда, чтобы стать художниками в первую очередь. Училище все-таки учат на художника. Да, но они выходят с профессии художник-педагог. Точно так же и дизайнеры. Направление дизайн точно так же сформулировано, как преподаватель дизайна. Но, тем не менее, понятно, что они, получается, рассматривают две позиции обучения. Это непосредственно профиль дизайна или изобразительное искусство, а вторая – это педагогика и психология. Таким образом, по сути дела, они получают призвание, и профессию. Кто-то уходит в профессию, кто-то нет. Но задача... Какая пропорция? Наверное, отслеживаете ведь судьбу выпускников. Понимаете, тут есть еще такой очень важный момент, что мы среднеспециальные учебные заведения, и одна из значимых позиций выпускников – это поступить в высшее учебное заведение. Но есть очень значимый плюс. Вроде проговорилось про педагогику, и так, как будто бы педагог. Но когда они поступают в высшее учебное заведение, а работаем мы обычно на несколько столичных вузов, то есть мы готовим абитуриентов для них, в частности, для Кирова, это для Лятского государственного университета, в 2019 году было заключено соглашение между детской художественной школой, художественным училищем, Лятским государственным университетом и Союзом художников о взаимном сотрудничестве и передаче абитуриентов, в том числе подготовке абитуриентов. Поэтому у нас в регионе существует замкнутая цепочка от ДХШ до высшего учебного заведения. Но, конечно, многие студенты едут в первую очередь либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. Это Строгановская академия, Суриковская академия и Академия искусств в Питере, и непосредственно Академия Штиглица. Все профили направления от монументального искусства до Дизайна и Станкового, все это там есть в этих учебных заведениях, и все стремятся туда. Поэтому процентов 80 в первую очередь хотят получить высшее образование. Это, кстати, хорошо, потому что был период, когда были тенденции, что молодые выпускники среднеспециального не хотели учиться дальше и сразу шли работать. Это им позволяет. Но когда они поступают в высшее учебное заведение, они получают там профессию, да, и получается, что у них как минимум есть призвание, профессия педагога и плюс ту профессию, которую они получают в высшем учебном заведении. Потому что высшее учебное заведение — это всегда узкая специализация. То есть дизайнер-полиграфист или там что-то еще. Сколько сейчас на потоке учатся? То есть не всего в училище, а в год? В год мы набираем, то есть контингент у нас растет. За последние три года он серьезного возрос, почти на 40%. В этом году мы набрали 64 человека на два направления. Это дизайн и непосредственно преподаватель изобразительного искусства, то есть живопись. На живопись мы набрали 40 человек, и, пардон, на живопись мы набрали 20 человек, и все остальное на дизайн, соответственно. А за счет чего растет? Вы увеличиваете набор или спрос растет? Спрос растет, то есть интерес реально возрастает. Понимаете, как бы с одной стороны пандемия и все сложности, которые происходят, это все трудно и для государства, и для людей. С другой стороны, обостряется потребность к определенного рода интересу и формированию собственного будущего. И люди... Более осознанно, просто. Да, и люди более активно начинают действовать, то есть к нам и приезжают, и из других регионов поступают. И это, как сказать, ребята не случайно забегают. О, есть художественное училище, я хочу рисовать. Они уже понимают, зачем они идут. И, что самое приятное, с этой же осознанностью ведут их сюда родители. Они же после девятого к нам приходят в классы. Поэтому контингент вырос фактически на 40%. Максим, всех, кто имеет так или иначе дело к образованию, к работе с молодежью, у меня в студии не так давно была директор Вятской гуманитарной гимназии Валерия Владимировна. Я спрошу... Ее я мучил практически, вас просто спрошу. Ну, отцы и дети, классика жанра, ворчим. Молодежь не так? Какая она сейчас, молодежь? А такая же, как всегда. Вот ничего не поменялось. Меняются... Вот понимаете, как бы для меня художественное училище это своего рода альмаматор, которая... Я поступил, был такой замечательный проект плотниковым, организованный. В 90-е годы вот как раз все, только все случилось. Это был первый в России гуманитарно-художественный лицей при художественном училище. Я второй набор. Я проучился в училище 4 года и потом... В лице, и потом сразу поступил в училище с этим же составом сокурсников и с этим же преподавателем заслуженного художника РФ Лидия Михайловна Старкова до сих пор преподает. Вот. И 10 лет 90-х для меня пришли в элитном лицее. И училище меня, как можно сказать, спасло от этой действительности, которая на тот момент была. И сейчас так странное стечение обстоятельств, но когда было предложено поучаствовать в конкурсе на директора в 2019 году, ну, как бы мы видим, что сейчас ситуация в мире и в стране тоже непростая. Началось все с пандемии. И я как-то снова вот в эту цитадель вернулся уже в другом качестве. Поэтому, вспоминая о том, какие были мы, да, там, например, или какие студенты по роду деятельности после выпуска из художественного училища я занимался молодежным объединением при Союзе художников, то есть опять же с молодыми художниками из этого же училища. Ничего не меняется. Меняются детали, одежды, субкультуры, какие-то интересы с точки зрения даже банальной техники. Но суть, в принципе, вся та же самая. Их все то же самое интересует. Поиск самих себя, поиск самих себя в отношениях с коллегами, с друзьями, с близкими. Любовь и творчество. В девятнадцатом году по конкурсу стали руководителем училища. Но это же больше административная работа. Управленческая, хозяйственная, особенно в учреждении образования. Много-много-много вопросов, проблем и всего. Как внутри вас вот это совмещается? Если вы творческий человек, как удалось найти в себе возможности и хозяйственными вопросами заниматься? Этот вопрос задают мне не с девятнадцатого года. Я просто, не знаю, есть какая-то внутренняя, наверное, гиперактивность, что ли. Я человек, который... Мне очень сложно усидеть на месте, что ли, это раз. Во-вторых, как бы... Ну, какой-то сформирован с детства внутренний пунктик, что ли, что если там... Ну, например, это чисто по творчеству, даже не по административной работе. Если я что-то не поделаю в творческом плане, не поработаю хотя бы час, какой-то результат не получу, два, в течение дня, день прожит зря. И это создает очень серьезный невроз навязчивых состояний. Вот. Поэтому я не люблю сидеть на одном месте. Я вообще не могу... Не люблю... Это не это самое... Не клаустрофобия, но я не люблю сидеть долго в закрытом помещении. Я не люблю сидеть. И вот эта маневренность, она была всегда. И поэтому, наверное, и предложили поучаствовать в конкурсе, потому что много успевал, так как я ведь до этого работал с молодежью в Союзе художников и работал в политехе. И, соответственно, активность была достаточно повышена, и творческая активность высокая. Поэтому, видя это, поэтому и предложили. Насчет хозяйственной деятельности. Да, меня предупреждали, что идешь ты как раз на ремонты, потому что училище попало в программу реставрации памятников культуры федеральной, которая сейчас проводится, и мы входим в десятку реставрируемых учреждений, а училище — это памятник областного значения. Со следующего года мы уже выходим на ремонтные работы. Поэтому меня предупредили. Ну, как справляюсь, отвечая на вопрос? Сейчас ложусь в четыре, встаю в девять. Как-то так. Сказали про ремонт, про федеральную программу, а вот внутренние ощущения, мы, собственно говоря, разговариваем здесь о вас, о вашем деле, которым вы занимаетесь. Вот внутренние ощущения того, что удалось сделать за это время? Что сами для себя считаете результатом? Ну, изначально были задачи конкретные, помимо подготовки к ремонтам, да, но тогда не случилась пандемия, да, тогда еще не было понятно, что это произойдет. А жизненная ситуация поменяла эти задачи. Первая задача была сохранить педсостав в том виде, омолодить его в какой-то степени. Эта задача была выполнена фактически сразу. Так, коснусь темы того, что я на данный момент уже там, по-моему, семь лет являюсь заместителем председателя Вятского регионального отделения. И первым назначением в моей должности как директора было введение в педсостав председателя Вятского регионального отделения Союза художников. Соответственно, задача основная была на сохранение педсостава и омоложение. И не только в том, чтобы вот это выполнить, а в том, чтобы найти наконец-то давний, долго ожидаемый компромисс между НКО, общественной организацией Союза художников, и художественным училищем. Компромисс или взаимодействие? И компромисс, и взаимодействие, потому что как бы долгое время эти организации не то, что не соприкасались, они были сами по себе, и это была мода 90-х. Как все на самообеспечении. Уберите суверенитета, сколько возьмете. Да, 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 да. Потому что училище работало на подготовку студентов к Москве в первую очередь, и к Сурьковской академии. А Союзу художников необходимы были молодые кадры. Не все возвращались и не сразу возвращались. Поэтому задачи не сильно совпадали. А с возобновлением существования в 2000 году молодежного объединения этот мостик появился. То есть студенты уже могли взаимодействовать с Союзом художников. И основная задача была наладить как раз полное взаимодействие. И теперь, ну, Союз художников и училище за это время фактически в глазах общественности это такой единый организм. Молодые и старшие. Слушайте, ну вот тогда логично перейдем к второй ипостаси, о которой говорили зампредседатели регионального отделения Союза художников. Вообще, что это за сообщество? Творческие люди, объединенные, но при этом, я так понимаю, какая-то хозяйственная деятельность имеет место быть. Конечно. Что из себя представляет Союз художников? Дело в том, что Союз художников, это на данный момент это общественная организация, по сути дела клуб по интересам, но суть Союза художников все-таки находится в прошлой стране, в Советском Союзе. Это огромная сетевая организация, которая финансировалась государством в свое время, обладающая огромным количеством недвижимости, профильных помещений, выставочных залов, обладала в свое время структурой государственного снабжения не только финансово и материального, но и в первую очередь заказами и полным социальным пакетом. То есть это очень серьезная организация. Надо поблагодарить Максима Горького, который со Сталиным тогда придумал организовать Союз писателей и возгладить основную массовую силу печатного слова. И на основании этого потом был организован в том числе и образовательный процесс в худой массы и все остальное, и сам Союз художников советский. Так вот нынешнее, это то, что, ну не то, что осталось от этого, недвижимость осталась и люди остались, да, а организация стала общественной. К сожалению, в 93-м году Ельцин оставил на бюджете только Академию художеств, в которую как раз входят заслуженные народные художники и организации, а перевел в НКО Союз художников. Но тем не менее, это группа художников, в Союзе художников 125 человек на данный момент, в Кировском отделении. У нас есть здание Союза художников, и не одно, два здания, и целая сеть мансардных мастерских, плюс в свое время выставочный зал, отчасти тоже нам принадлежал художественный салон, но в силу обстоятельств и невозможности содержать, там ситуация поменялась. Но тем не менее, эти художники выполняют функцию выставочной деятельности, работы с регионом. В принципе, все то же самое, только без бюджетного финансирования. И мы вынуждены в данной ситуации сами себя обеспечивать, так как это общественная организация. И в принципе, после тяжелых 90-х, с трудом, но организация оправилась и существует. Но ведь, Максим, кто платит, тот и заказывает. Да. Вот хотелось бы вернуть финансирование государства, но при этом стать исполнителем его воли. Или все-таки лучше свободным художником быть? А вот сейчас такой вопрос очень неоднозначный, в том смысле, что если бы этот вопрос был задан лет 10-15 назад, это одна история. То есть там свободы определялись отсутствием рамок и отсутствием требования государства. А требования государства это не так плохо. Это организационная система, которая позволяет не наступить анархии, что ли, да? Вот. И система эта работает ну, как бы в идеальном обществе на благо жителя, на благо гражданина и на благо государства. Поэтому сейчас госзаказ, если его рассматривать, что как будто бы он был, или заказ-просьба в свободной форме от предпринимателя, который имеет отношение и активно сотрудничает с государством, да, или непосредственно от государственного учреждения, задачи-то на данный момент совпадают. Поэтому если бы он появился и государство снова взяло полностью под финансирование организацию, это неплохо. Но сейчас одна есть практическая задача и просьба, и надежда, и желание, что просто-напросто будет наконец-то принят закон о культуре, который в себя включит обоснование соцпакетов для художников, пенсионных выплат, льготных моментов по поводу содержания зданий и площадей. Это ведь не только союза художников касается, и театральных деятелей, и все там. Есть организации, у которых недвижимости побольше, чем у нас. Вот. Поэтому вот эта льготная структура для НКО творческих, вот это важно. Но закон по культуре пока плавает. До сих пор он не имеет под собой какой-то реальной основы, он еще не принят. Поэтому это было бы решением проблемы. Хорошо. А чем занимается руководство союза художников? Председатель, вы как зампредседатель. У вас некоммерческая организация, творческие люди самостоятельные, свободные. Чем руководить? Во-первых, есть устав, союз художников ведь огромная организация по всей России, это гигантская сеть, которая сохранилась. Вот. Есть устав и положение, в котором все прописано. Основная функция это, конечно, поддержание выставочной и профессионально-художественной деятельности, то есть в рамках культуры и региона, да, это наше взаимодействие, работать и показывать то, что мы делаем, взаимодействуя со зрителем и с обществом. Вторая задача руководства непосредственно, та же самая, что и художественное училище. Как я обозначил, большое количество площадей, вопросов по поводу ремонтов, вопросов по поводу распределения мастерских, это с точки зрения хозяйственной деятельности. Очень много работы, вся она та же самая, что и на госслужбе. А второй момент, точнее, третий момент, это, конечно, работа с молодыми художниками и прием молодых кадров непосредственно в союз художников, обновление, это, опять же, сложная процедура, она идет через Москву, через огромное количество фильтров, что называется, молодой художник проходит. Доказать, что ты... Это очень непросто вступить в союз художников, было всегда и так осталось. Поэтому подготовка молодых кадров... Это мерило какого-то профессионализма, уровня, то есть не каждый может стать членом союза художников. Во-первых, конечно, люди вступают, процедура достаточно долгая, люди вступают, предоставляя свои творческие работы, не просто показав там союзу художников в региональном отделении, во-первых, у них должен быть пакет выставок. Именно рейтинговых, профессиональных. А что значит рейтинговая выставка типа региональной выставки «Российский север»? Это значит, что на эту выставку отбирает выставочный комитет, который состоит примерно из 50 заслуженных народных художников РСФСР, хотел сказать, Российской Федерации. И пройдя на эту выставку, то есть человек зарекомендовал, что его работа достойна. Это уже априори. И вот имея этот пакет выставок, региональное отделение его рассматривает. И потом предлагает Москве. Большой конкурс. То есть много желающих. Желающих-то много. И многие бы хотели. И в 90-е годы появлялись альтернативные союзы, которых можно было поступить легко. Но такой отсев достаточно жесткий, поэтому вступает немного. В прошлом году в союз у нас вступило два человека всего. Что дает это? Вы начали называть предоставление мастерских, организацию выставок. Что еще это дает художникам? Это дает право художнику, во-первых, на льготные площади творческие. Это дает право художнику участвовать в рейтинговых и представительских выставках как внутри организации союза художников, так и представлять союз художников на общероссийском и на международном уровне. А это принципиально важно. Ну и, конечно, это позволяет вливаться в структуру заслуженные художники, народные художники, рассчитывать на возможность вступления в Академию художеств и получения непосредственно там звания член-корреспондента и академик. Это все в первую очередь выставочная деятельность, которая есть общественная выставочная деятельность, любителей, например, есть профессиональная. Это совершенно другой уровень. Максим, попрошу, вернее, задам вопрос, на который попрошу буквально за две минуты ответить. И как руководителя, одного из руководителей отделения Союза художников и как директора художественного училища, Кировская область на художественной карте России не спрошу, какое место занимает с точки зрения рейтинга, а вот если представить Российскую Федерацию как большую картину образно, Кировская область что, какая она? Хочется ответить, по карте это петух. Но по поводу художественной и именно с точки зрения Союза художников тут однозначно могу ответить наше региональное отделение всегда в категории Российский Север в 43 регионе всегда стояло наряду с такими отделениями, как Костромской союз художников, а это очень известное, и Владимирский союз художников, это очень известные организации по именно качеству и истории. и у нас в регионе, например, достаточное количество академиков и член-корреспондентов Академии художеств, это о многом говорит, и, ну, а говорить о том, что Дымковский промысел является частью Союза художников, о нем знает вся Россия, тут бессмысленно, это и так понятно, поэтому место достаточно, скажем так, о нас точно знают и помнят всегда. Достойное. Конечно, конечно. А потенциал в тех ребятах, которые к вам приходят учиться, достаточен для сохранения и приумножения этого места? Самое интересное, что и в художественное училище поступить, как и в Союз художников, непросто. Большой конкурс? Да, поэтому, когда вот тут было родительское собрание на днях, я первое, что сказал родителям о том, что им уже стоит гордиться их детьми, потому что они сумели сюда поступить. Соответственно, это уже определяет наличие потенциала. То есть, реально поступают очень талантливые дети. А самое приятное, что их становится все больше, исходя из роста контингента. Ну, если на 40% за несколько лет выросло. Москва помогает чем-то? Короткие вопросы. Или больше забирает? Нет, начнем с того, что Москва не мешает. Во-вторых, она, конечно, помогает в стратегических вопросах, как головная организация, я сейчас имею в виду союз художников, вот, поэтому всяческая помощь и поддержка оказывается в рамках возможного, да, потому что надо понимать, что все-таки мы одна малая часть огромной организации, и рассчитывать на что-то там фундаментальное, нужно содержать все государство, но тем не менее, так как о нас помнят, мы с обращаемыми просьбами всегда получаем в 90% случаев положительный ответ и помощь, поэтому, пожалуйста, тут смысла нет. На этом первая часть программы у нас завершается, в студии был Максим Наумов, директор Кировского художественного училища, зампредседателя регионального отделения Союза художников России, программа «Разговор по делу» веду я, Андрей Усенко. Авторский проект Андрея Усенко «Разговор по делу» Программа «Разговор по делу» веду я, Андрей Усенко, у меня в гостях Максим Наумов, директор Кировского художественного училища, зампредседателя регионального отделения Союза художников России, вторая часть программы, Максим, хотел бы посвятить ее, наверное, так, искусству в целом, что называется. Вообще сейчас, в современном мире, непонятно, что творящемся и происходящем в состоянии, каково место искусства. Я понимаю, что вы скажете, что искусство было, есть и будет, искусство вечно, но вам сейчас приходится учить детей, и им потом надо реализовывать себя, применять себя, находить в этой жизни. Вы работаете с действующими художниками, которые сейчас творят, пишут и предлагают это, показывают. Вообще, какова роль искусства сейчас в мире? Как вы ее видите? Дело в том, что самое интересное, это тот момент, что чем сложнее время, тем, наверное, больше есть о чем сказать. мы говорили в прошлой части предыдущей о том, что вот насчет возвращения госзаказа и ограничений рамок, когда ситуация в стране и в мире и вообще вокруг художника стабильна, он существует в рамках личностных переживаний и в рамках предлагаемой ситуации вокруг. То есть, он играет по правилам, но чаще всего это бывает от себя и про себя. Когда ситуация вокруг становится сложнее, то особенно ярко проявляется понятие патриотизм, чувство плеча, чувство близкого, и именно в этот момент появляется такое понятие, как творческое разнообразие именно в культуре. Если мы обратим внимание, началась оттепель при Хрущеве, и мы помним все эти выставки, но несмотря на то, что не все принималось, но именно в этот момент происходил расцвет разного и о разном говорилось. Речь идет не о профанации экспериментальном формализме, именно о разном говорилось. И поэтому в сложные времена. Я вот сейчас думаю, а когда они были несложные? У меня отрезок времени гармонии какой-то несложной. По-моему, с 2000 что ли 9 по 10 в общем годика 4 где-то вот так вот. Я уже тоже перестал говорить в это сложное время. В начале века там немножко было поспокойнее, где-то с 5 наверное, с 5 по 9 в 9 по-моему был дефолт еще очередной финансов. Восьмом да. Вот. До этого момента вот 4 годика, а все остальное они все были непростые. Или кризис, или посткризисный период. Либо Чечня, либо еще что-то. И как бы есть такая восточная поговорка злая. Хочешь пожелать плохого, пожелай родиться в эпоху перемен. Но у нас она постоянная эпоха перемен. Поэтому в этой ситуации остается только улыбаться и говорить, что нам не скучно жить. Это раз. А во-вторых, у нас всегда есть почва для художников. Всегда есть почва для того, что переживать и о чем говорить людям. Поэтому не пожаловаюсь тут на время. Вот смотрите, задам, ну, наверное, может быть банальный вопрос, но мне бы хотелось, чтобы вы вот как-то изнутри на него ответили. Вы видите уже успешных, состоявшихся, именитых художников. Вы работаете с ребятами, которые только-только начинают. и сами, собственно говоря, там себя посвятили этому. В чем залог успеха? О, очень простой. Очень простой. Я всегда это на каждой защите говорю и вообще в принципе всегда говорил, люби и не предавай свое призвание и профессию и она точно никогда, в отличие от всех остальных, не предаст тебя. Интересно. А теперь задам второй вопрос, Максим. А в чем успех художника? Быть услышанным. Любое творчество это не попытка найти единомышленников, а попытка, ну, художников сравнивали там и творческих людей с пророками, и с, как сказать, с проповедниками, потому что они рассказывают о том, что обычному человеку в быту жизни не всегда заметно. В чем задача проповеди? Обратить внимание на какие-то моменты. Поэтому, наверное, высшая форма успеха для любого художника или творческой личности это быть услышанным. И сверхзадача быть понятым, и идеал, когда после того, как тебя услышали, поняли, еще и изменились. к лучшему, конечно же, надеюсь. Это имеет отношение к признанию? Нет, разные вещи, но близко, и точки соприкосновения есть, но немножко разные вещи. Признание это, в моем понимании, вот в контексте предыдущего ответа, это в моем понимании, когда у тебя есть бонус быть услышанным априори. То есть, как бы, ну, этого мы точно послушаем, потому что уже зарекомендовал себя. Вот это, наверное, признание. То есть, не надо биться за то, чтобы быть услышанным. Первая ступень уже бонусом. Вот. А так, вот, наверное, если вот так откинуть все амбиции и все остальное, признание это без очереди быть, обратить на себя внимание, да. Вопрос, который тоже, наверняка, вы много раз задавали, но не могу себе отказать в этом, потому что не близок к той сфере, которую вы представляете, искренне сейчас вот интересуюсь, да. Художник должен быть голодным? Что это за разбитая фраза, откуда это избитая, откуда она взялась? Это из советского периода, это новое искусство, это революционный лозунг, скорее, русского авангарда для начала, но нет, художник не голодным должен быть. художник, если уж по-честному, художник, это своего рода психологическая патология, не норма, патология в хорошем смысле слова, вот, и благодаря этой патологии, во-первых, происходит моральная и психологическая компенсация за счет творчества, это раз, а во-вторых, она не эгоистична, ну, то есть, не самоутверждение, а именно работа с обществом, с коллективом, и попытка донести, опять же, я говорил о том, что другие, возможно, не видят, за счет как раз этой патологии, как не парадоксально, но художник не голодным должен быть, есть такое понятие, как эмоциональные качели, то есть, контраст смены ощущений и эмоций, и художник находится в этом, если он художник, он там не от голода и не от сытости зависит, и не от влюбленности, и не от влюбленности, и не от трагедии, он сам себе эти качели устроит. Перефразирую, пиши, если не можешь не писать. Горький, да, абсолютно верно. Очень жаль, что завершается время программы, задам вопрос, мы сейчас с вами так разговаривали, сформировалось некоторое впечатление, что художник это такая элитарная группа, отбор, большой конкурс, все, у нас большая аудитория, и я хочу вас спросить, как вы относитесь к тому, что сейчас достаточно много курсов в интернете, любых в качестве времяпрепровождения, там, выходной день можно сходить и там учат рисовать, и что-то сказать, что думаете по этому поводу? Дело в том, что стоит ответить с самого начала, то есть рождающийся ребенок, априори это банально, но тем не менее, он талантлив в принципе в разных сферах, и в изобразителе искусства в том числе, вопрос, в какую сторону у него больше, он аудио, визуал, куда он развивается. А творчество, как таковое, может первое, а для взрослого человека, являться терапией, то есть в период творчества человек либо мыслит чище и свободнее, отстраненнее, либо отвлекается. И третья ступень, это творчество, вот на уровне профессиональном, именно понятие художник, это тот, кто видит больше и иначе. Так вот, от первой ступени до средней, это все попытка расширить свой спектр видения, дорасти до абсолюта и когда этот третий глаз откроется, может и не произойдет, но видеть больше творчество в любом случае позволяет. Поэтому, когда общество этим занимается, и люди, это прекрасно, они становятся лучше. Не является это покушением на вот эту профессиональную деятельность? Ни в коей мере. Много званых, мало избранных, но еще раз говорю, чем больше люди обращаются к себе в какой-то форме творчества, тем лучше они становятся. Пишите, творите. Да, да, да. Максим, спасибо. Это была программа «Разговор по делу». Очень интересный разговор с Наумом Максимом, директором Кировского художественного училища, заместителем председателя регионального отделения Союза художников России. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова